Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал по парфюмерии. Меня зовут Диана, если вы еще со мной не знакомы, я очень рада приветствовать вас на своем канале. Итак, тема сегодняшнего обзора будет продолжение знакомства с брендами Ниши и Парфюмерии, которые я открыла для себя лично на выставке Exsans в Милане. Я вам желаю приятного просмотра и напоминаю, конечно же, подписаться на мой канал, поставить лайк под видео и оставить ваш комментарий. Всем приятного просмотра! Итак, сегодня мы поговорим с вами об итальянском нишевом доме Inastra, который был основан в 2020 году двумя сестрами Софией и Фабиолой Бранделли. София Парфюмер, Фабиола – креативный директор дома. Запуск бренда связан с их очень страстными увлечениями, парфюмерным искусством и астрономией. Создавать свою первую линейку ароматов сестры Бранделли поставили перед собой задачу создать параллель между звездами и парфюмами. Каждый из них существует, даже если не видим. И даже если визуально неподвижен, подвержен постоянной эволюции. Вот такая концепция у этого нишевого дома. Каждая композиция соответствует, посвящена какой-то определенной звезде, основные характеристики которой как-то параллельно связаны с набором парфюмерных нот и способны передать и рассказать какую-то эмоциональную историю. Ну вот концепция, ребята, и флаконы этого бренда не оставляют никого равнодушным, как и их ароматы. Посмотрите, вот так выглядит набор сэмплов Inastra, который мне предоставил бренд. И вот пробники их четырех ароматов. Я хотела бы начать с аромата T-Star. Этот аромат был представлен на выставке Xans, несмотря на то, что он был выпущен в прошлом году. Знаете, изначально я как-то не очень обратила на него внимание, но чем больше я его дома тестила, тем больше влюблялась в этот аромат. Он вдохновлен самой яркой звездой в ночном небе и из созвездия Большого Пса Сириусом. Хотя сам аромат рассказывает историю двух влюбленных, которые построили мост света между собой, чтобы встретиться и, встретившись, объединиться и создать новую звезду T-Star, которая является самой яркой на небесном своде. Такой колко-цитрусово-альдегидное начало в этом аромате. Есть какая-то, присутствует какая-то перечность, есть легкое цветочное дыхание, деликатное, свежесть эвкалипта. Может показаться фужерным на старте, но это не фужер, потому что он постепенно, плавно переходит в такую более плотную смолисто-древесную базу. То есть такой контрастный аромат и эвкалиптово-свежий и теплый, уютный в базе. Очень красиво. Это у нас был T-Star. Следующий аромат, ребята, это Antares. На мой взгляд, это самая красивая композиция линейки бренда. Он был в общем в 2020 году, именно когда был основан парфюмерный дом. Любители туберозы, это для вас. Источником вдохновения для создания этого аромата послужила самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. В галактике Млечный путь считается красным мегагигантом. Это Антарис. Роскошная, чувственная композиция, в основе которой лежит желание воссоединения с бесконечностью. Это такой белоцветочный взрыв с искрами розового перца в объятиях экзотического франджипани. И здесь очень мягкая амброво-сандалово-молочная база. Это просто шикарно, ребята. Однозначно афродизиак, такая-то парочка тубероза и франджипани, я чувствую, опасно. Берите на заметку, женщины, девушки. Этот аромат может быть таким, использован как оружие соблазнения. Кстати, пишите, если в вашей стране, я обращаюсь не только к своим русским подписчикам, если в вашей стране уже представлен этот бренд и успели ли вы познакомиться с каким-либо из их ароматов. Это просто красота Антариса, это моя любовь. Следующий аромат, ребята, это Бетлгейс. Он тоже был выпущен в 2020 году. Это уже композиция унисекс, альфакторная концепция, которая гармонично объединяет верхние ноты, ноты сердца и базы в такую неподражаемую симфонию, что ли, которая характеризует вторую по яркости звезду в созвездии Ориона Бетлгейс. Это сухая, несладкая ирисовая пудра с кофейными аккордами и пряностями. Очень изысканный аромат. Без сладости, но с легким гурманским подтоном. Настолько оригинальная композиция, что... Дайте, пожалуйста, флакон. Вообще, я хочу заметить, что ирис в ароматах говорит всегда о благородстве. И даже здесь, в Бетлгейс, ирис, несмотря на присутствие кофейного аккорда, он удерживает свою политкорректную позицию. Такой ирис-интеллигент, который молчаливо пьет кофе с кардамоном. Это у нас был Бетлгейс. Тоже очень красивая композиция. И последний аромат, ребята, четвертый аромат у бренда. Это Мисс Марм. Тоже 2020 год выпуска этой композиции. Для меня этот аромат наилучшим образом передает концепцию звезд и галактик, потому что он прохладный, он загадочный, в нем какая-то присутствует необъемлемая тишина. Вот именно характеристика галактики, как мне кажется. А сам бренд характеризует его так. Глядя на черное небесное полотно, усыпанное алмазной пылью, которая сияет сквозь световые воды, сверкают звезды, поддерживаемые северным гвоздем, то есть полярной звездой. Я поднесла этот аромат к современным фужерным композициям, которые могут носить и женщины, и мужчины. Естественно, современный фужер отличается от классического фужера, от того фужерного аромата, который дал основу для этой категории композиции. Первый фужерный аромат был создан в конце 19 века парфюмером Полем Парке для бренда Убеган. Вот именно тот аромат положил начало фужерной категории и подарил свое название фужерным композициям. Он назывался Рояль Фужер Королевский Папоротник. Конечно же, сейчас фужерные композиции довольно-таки далеко отошли от того классического фужерного костяка. Многие компоненты были заменены на синтетические душистые вещества. Естественно, фужерная композиция того времени, никто не сможет носить ее сейчас. Поэтому я отношу мизмар к фужерам современности. Здесь внутри композиции ноты кипариса, можжевельника с пикантностью имбиря. Здесь очень интересная прозрачная база. И здесь уже присутствуют именно те синтетические душистые вещества, о которых я вам говорила. Это уже и Амбраксан, и Зои Супер. Вы знаете, это композиция, которую хочется вдыхать. Хочется как-то глубже понять ее. Она очень интересная. Если у вас будет возможность, обязательно послушайте этот аромат, который, на мой взгляд, очень хорошо характеризует современный фужер. Ну вот, подошел к концу мой обзор бренда нишевой парфюмерии Inastra. Я надеюсь, он вам понравился. И спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Я жду ваших комментариев. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, и ставить лайк под видео. Ребята, увидимся в следующем моем обзоре. Всем всего хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok